Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасев и сегодня в рубрике Библиотека Боевых Искусств я вам расскажу о новом томе исторической книги Алексея Горбылева История становления самбо, том 3 Вот эта книга у меня в руках И давайте же посмотрим, о чем она История становления самбо Обширный исторический труд Алексея Горбылева В котором он пытается докопаться до, можно сказать, истины Откуда же появилась самбо Какие причины появления самбо И как развивалась самбо в той исторической эпохе В течение 85 лет уже до сегодняшнего дня И том 3, который у меня в руках Он рассказывает о Василии Сергеевиче Ощепкове И так и называется Василий Сергеевич Ощепков Становление мастера Третий том, как и предыдущий, первый и второй Очень плотная книга Состоящая из почти 700 страниц И в этом томе Алексей Горбылев Используя различные исторические документы Источники информации из разных библиотек всего мира Ну, конечно же, большая часть это источники из библиотеки Российской Федерации Из библиотеки Российской Федерации И историков Российской Федерации Которые до него пытались рассказать самбистам о Василии Сергеевиче Ощепкове Но именно в этом томе, на мой взгляд, Алексею Горбылеву удалось Ну, максимально, наверное, плотно и точно изложить Всю необходимую информацию об этом человеке И чем же характерен этот третий том? Почему же он обязательно должен быть Ну, так сказать, в библиотеке у каждого человека Кто практикует самбо, джидо и другие виды боевых искусств и единоборств? В этом томе читатель узнает, как говорится, самые первые шаги Василия Сергеевича Ощепкова С момента его рождения и до его уже достаточно зрелого возраста Где он начал уже делать первые шаги Именно в реализации проекта о создании самбо Третий том книги «История становления самбо» состоит из пяти частей И я сейчас зачитаю эти части для того, чтобы читателю было понятно О чем идет речь в этом томе Как я уже вначале сказал, что центральная часть и основная часть этого тома Это рассказ о первых годах жизни Василия Сергеевича Ощепкова О первом периоде, так сказать, его жизни До того, как он стал активно заниматься развитием самбо Часть первая посвящена детству Василия Сергеевича Ощепкова Это 1892-1907 года В этой части вы узнаете о родине Василия Сергеевича Ощепкова Его матери, отце и закалке характера Часть вторая посвящена учебе в Токийской семинарии Это 1907-1913 года Мы узнаем о настоятеле Токийской семинарии Архиепископе Японском Николае Святителе О самой Токийской семинарии И о организации подготовки переводчиков для нужд русской армии на базе семинарии А также о учебе и повседневной жизни русских семинаристов И, конечно же, о самой жизни Василия Сергеевича Ощепкова в семинарии Часть третья посвящена изучению дзюдо Изучению дзюдо в период 1908-1913 годов Первое знакомство дзюдо Василия Сергеевича Ощепкова В этой части вы узнаете о тех дзюдоистах, которые были в тот период в Японии Известны о кадокан дзюдо, дзюгора кана С кем Василию Сергеевичу Ощепкову приходилось встречаться, тренироваться, знакомиться Но и не только с японцами, но и также с другими иностранцами Которые так или иначе в те годы также учились дзюдо в Японии в кадокане Часть четвертая посвящена рождению российского дзюдо и зарождению самбо Это период 1914-1917 года В этой части много полезной и интересной информации О том, как Василий Сергеевич Ощепков работал в военной контрразведке О его семейном положении Знакомство с российским спортом того периода Джиу-джитсу в России в начале 20 века Ну и другой интересной информации Часть пятая посвящена резиденту военной разведки То есть Василию Сергеевичу Ощепкову Как человеку, который активно работал на разведку Это период 1917-1926 года То есть уже период первого этапа становления советского государства В этой части мы узнаем, как проходила жизнь Василия Сергеевича Ощепкова В революционные годы, в гражданскую войну Ну и много дополнительной информации По поводу работы Василия Сергеевича Ощепкова в разведке Вообще, том третий Чем вот именно для меня был интересен На самом деле я, может быть, не такой, как книголюб Но книга, несмотря на то, что она имеет такую научную основу Все это историческая книга Читалась достаточно интересно И написана в таком хорошем литературном жанре В принципе, все книги, которые пишутся Алексеем Горбулевым Они, на мой взгляд, всегда имеют какую-то такую особенность Что, несмотря на то, что они имеют, как я уже говорил, повторюсь Научную основу Но все-таки написаны в доступном, легком, таком литературном языком И это надо отдать должное, наверное, мастерству автора И непосредственно Алексея Горбулева Помимо этого, этот третий том, он настолько захватывающий Что даже порой у меня складывалось ощущение, что он какой-то такой детектив Читаешь, что не какая-то историческая эпопея о человеке А именно какой-то детектив Потому что много интересных таких хитросплетений Интересных сюжетов завязывается и развязок Что даже иногда и забывается, что это историческая книга о самбо Хочу еще отметить, что очень интересно рассказано О известных мастерах дзюдо того времени Которые в тот период тренировались в Кадакан И с кем удалось на тот период контактировать Василию Сергеевичу Ощепкову Конечно, это выдающиеся мастера того времени Но и в то же время, конечно же, было для меня достаточно интересно Узнать дополнительную информацию о Кадакан дзюдо Именно того периода времени, когда Ощепков был в Японии Очень интересная информация Я немножко, так сказать, от окончания к началу иду Интересная информация о его маме О том периоде жизни его матери Каким образом она попала на Сахалин Как так получилось, что Василий Сергеевич Ощепков родился на Сахалине Вот это все дает вот такое полное ощущение Что эта книга не просто историческая книга А вот захватывающее литературное произведение Которое, ну, наверное, не читается просто так Знаете, как вот бывают такие книжки маленькие Которые там литературные издаются где-то там Уж за один вечер их прочитать А на самом деле это книга, которая читается легко, интересно Но в то же время надо, может быть, даже перечитывать некоторые страницы Чтобы уже больше ощутить вот ту интересность, напряженность И, наверное, историческое событие того периода времени В котором оказывался Василий Сергеевич Ощепков Будучи еще ребенком, потом подростком И уже достаточно взрослым человеком Перед тем, как он начал уже непосредственно заниматься Развитием и созданием системы самбо Поэтому я, заканчивая сегодня свое такое небольшое видео Или обзор об этой книге Хочу сказать, что обязательно те, кто занимается боевыми искусствами Самбо Единоборствами Кто изучает историю становления самбо И вообще историю жизни Василия Сергеевича Ощепкова Те, кто следит за новыми изданиями Алексея Горбылева Обязательно найдите такую книгу Я ссылку дам в описании, где можно заказать ее И не пожалейте тех средств, которые она стоит Тех денег И эта книжка должна занять достойное место В вашей библиотеке боевых искусств Ну, если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы Лично ко мне Можете их задать в комментариях А если у вас будут вопросы непосредственно к Алексею Горбылеву Можете написать ему электронное сообщение на его электронную почту Которую я также укажу в моем видео в комментариях Ну что же, на этом я заканчиваю свой небольшой обзор Еще раз напомню, что сегодня я вам рассказывал о третьем томе Большого исторического труда История становления самбо Которую написал Алексей Горбылев Продолжение этого труда будет Еще впереди у нас достаточно много томов Если мне не изменяет память Всего семь томов планируется к изданию Но вот уже часть, то есть даже еще меньше половины выпущена С вами был Роман Карасьев И вы смотрели видеоканал Планета Джудо Увидимся с вами Подписывайтесь на канал Ставьте одобрение И изучайте Джудо, самбо, единоборство Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok